Куйка Лето прошлого года я провел в Карелии. Приехав в Петрозаводск, я зашел в охотничье общество, сказал, что я охотник-натуралист, и попросил посоветовать, куда бы поехать, чтобы познакомиться с природой этого края. Тут же, на маленьком дружеском совете, было решено, что лучше всего мне поехать в Завнежье, то есть на другую сторону Онежского озера. На следующий день я сел на пароход, переплыл озеро и поселился в небольшой деревушке Мальково, на самом берегу. В этих местах озеро все сплошь покрыто мелкими облесенными островками. Островков так много, больше сотни, что они получили у местных жителей общее название – Уйма. Трудно передать, какое чудесное зрелище представляют собой эти острова, в особенности, когда плывешь по озеру в тихую, ясную погоду. Над головой синее безоблачное небо, а кругом такая же синяя сверкающая гладь воды, и из нее тут и там поднимается зеленый, покрытый лесом острова. Между островами извиваются протоки, то широкие, открытые, то узкие, поросшие тростником и камышами. Настоящий рай для уток, гагар и другой водоплавающей дичи. Невдалеке от нашей деревни, на одном из соседских островов, находилось селение Кижи. Несколько домиков, разбросанных по берегу, проходная пристань, а прямо над нею, на высоком пригорке, старинная, рубленная из бревен, церковь о 23 куполах. Эта церковь – замечательный образец древней русской архитектуры и бережно охраняется, как памятник старины. Селение Кижи было видно прямо из моего окна, и я, сидя дома, часто любовался им. Но особенно красиво бывало по утрам, когда я еще задолго до восхода солнца отправлялся на рыбалку. На прозрачном, нежно-розовом фоне зари четко вырисовывались контуры древнего храма и силуэты кряжистых северных домов. И как удивительно, все это гармонировало с огромными серыми камнями на берегу, прозрачной далию, старыми поредевшими соснами с плеском воды, криками гагар на озере, со всей картиной угрюмого дальнего севера. Стой на берегу, возле своего ботничка, я смотрел, как над озером, над островами, над всем этим суровым краем тихо занималась заря. Вот край неба разгорается все ярче и ярче, на него уже больно смотреть. И вдруг, словно поток огненной лавы, выльется из-за горизонта, хлынет на озеро и зажжет его вспышками голубых огней. Как раскаленные угли светятся окна домов. Из-за лесистой уймы медленно поднимается солнце. Я поспешно сажусь в ботник, черпаю веслами прозрачную, как первые льдинки, воду и выплываю в озеро навстречу солнцу, навстречу новому, едва зародившемуся дню. Живя в Зоонежье, я почти каждое утро выезжал в озеро на рыбалку и уйдил до тех пор, пока солнце не начинало сильно припекать. Тогда я возвращался домой. Но однажды я заехал дальше обыкновенно. Рыба в это утро бралась хорошо и мне не хотелось возвращаться домой. Неподалеку от меня виднелся маленький, весь заросший деревьями островок. Из зелени ветвей выглядывал деревянный домик. Подъеду к нему. Может, мне удастся купить молока и хлеба, подумал я. Поем, а потом еще половлю. И, снявшись с якоря, направил свой ботник прямо к домику. Подплыв к острову, у самой воды я увидел пожилую женщину. Она полоскала белье. Женщина приветливо поздоровалась со мной и охотно согласилась принести молока и хлеба. Не прошло и десяти минут, как она уже вернулась назад с крынкой молока и изрядной краешкой хлеба. Но взять за всю эту плату решительно отказалась. Да что вы, за что же тут платить, засмеялась она, разглядывая в ведерке мой лоб. На дне лодки у меня валялось несколько мертвых рыбешек. Я взял этих рыбешек и выбросил в воду. Жаль, что нашей куйки нет, сказала женщина. Она бы их сразу подобрала. Какой куйки, переспросил я. А вы разве не знаете? Вы не здешний? Нет, я из Москвы. Ах, вот что. Ну тогда понятно, кивнула она головой. Куйки в нашем крае Гагару зовут. Видели, конечно, их много по озеру плавают. Да, Гагара здесь много видел. А вот у нас совсем ручная была, сказала женщина. Тут около мостков все время и находилась. Мы ее еще маленьким птенцом взяли. Так и выросла среди людей и никого не боялась. Это меня очень заинтересовало. Я в своей жизни видел немало ручных птиц. Скворцов, сорок, галок, ястребов. Но ручных Гагар никогда не видел. Да и не слыхал об этом. Я попросил женщин поподробнее рассказать о своей столь необычной крылатой воспитаннице. Ну что ж, я с удовольствием, согласилась она. Мы тут с Колей, сыном, каждое лето на даче живем. Он у меня тоже рыболов-любитель. Всякую живность в дом тащит. Вот как-то раз летом поехали мы с ним на лодке за ягодами, километров за восемь, на остров Игловский хвост. Весь этот остров в сосняке, в полянах. Ягод там бывает. Видимо-невидимо. Плывем мы мимо небольшого островка. Только поравнялись, вдруг с нее Гагара бултых в воду и удирать от нас. А за ней следом Гагаренок, совсем еще маленький, темненький весь, тоже с берега соскочил и поплыл за матерью. Подъехали мы к тому островку, глядим, у самой воды гнездо Гагара. Собственных гнездах настоящего нет, просто кучка сухого прошлогоднего камыша, а сверху ямка. А в гнездепке нет сидит. Коль его в руки взял, а он и не боится. Видно, мало еще, ничего не понимает. Смешной такой, несуразный, вроде гусенка. А лапки совсем не в том месте, где у других птиц, где-то сзади, около хвоста. Ему и бегать-то на них никак нельзя. Поглядели мы на него и посадили обратно в гнездо. Вдруг видим, Гагаренок лапками оттолкнулся и как лягушонок из гнезда, прыг-прыг и в воду. Шлепнулся, да и поплыть себе, как ни в чем не бывало. Мы с сыном тоже своим путем к острову направили. Смотрим, а Гагаренок следом за нами плывет. Мы отгонять в ладоши хлопать, а он никак отставать не хочет. Коля ему весло протянул. Гагаренок грудкой на него навалился и вскарабкался. Взяли мы его в лодку, посадили в корзинку для ягод. Так и привезли домой. Дома прежде всего забота, чем его кормить. Дали каши, хлеба моченого, творогу и вареное яйцо, порубили. Ничего не ест. Посадили его в клетку. Так целые сутки без еды и сидел. А потом Коля малявок вот у этих же сходин наловил и дал Гагаренку. Тот сразу три штуки съел. С тех пор с кормежкой дело пошло на лад. Но зато в клетке сидеть Гагаренок ни за что не хотел. Поставили мы ему туда миску с водой. Он ее прокинул, воду пролил. Вымок, испачкался, так по клетке и мечется, между прутиками голову просовывает, того и гляди задушится. Я и говорю Коля, не мучай ты его. Эта птица водяная, она в клетке все равно жить не сможет. Выпусти ее лучше у нашего островка, а возле сходит. Гагар тут много неподалеку плавает. Может он к ним и уплывет? Коля сбегал еще раз на озеро, наловил малявок, накормил получше Гагаренкой, а потом отнес и выпустил вот в этот заливчик. На следующее утро пошел Коля купаться. Гляжу, что такое, он уже назад бежит. Мама, мама, кричит. Гагаренок-то наш никуда и не уплыл. Только я на берег пришел, а он из кустов выплывает и прямо ко мне пик-пик-пик-пик, пищит, рыбки просит. Я за сеткой прибежал, сейчас наловлю и покормлю его. Так Гагаренок и остался жить в заливчике возле сходя. Коля раза три-четыре в день ему малявок ловил. Бывало позовет его. Куйка, куйка. Гагаренок сейчас к нему плывет и прямо в руки заглядывает, а сам пищит. Покорми ему. Сначала Коле занятно было с ним возиться, а потом, видно, надоело. Гагаренок вырос, ему едут только подавать. И досаднее всего, кругом в заливчике малявок видимо-невидимо плавает, особенно когда солнышко пригреет. А Гагаренок не думает их ловить. Вот и решил Коле его приучить нырять, чтобы он сам за рыбой охотился. Ну и забавно это было. Коле разденется, поплывет и Гагаренок за ним. Коле отплывет немного и нырнет. Тут Гагаренок начнет по воде метаться, ищет, куда же его приятель делся. Затем голову в воду опустит, перекувырнется, а лапа и хвост снаружи. Никак сначала нырять не хотел, потом приучился. Но только делу это ничуть не помогу. Рыбу он все равно ловить не стал, по-прежнему просил, чтобы его из рук накормили. А если ему малая рыба наловит, не наест он. Тогда прямо на берег лезет, так и прыгает за Колей, как лягушон. Один раз пришла на сходни кошка. Она туда часто ходила. Коля ей тоже там рыбки давал. Пришла она, а Гагаренок на бережку был. Кошка к нему. Что, мол, за птица, давай-ка познакомимся. Она у меня и с курами, и с утками со всеми дружила. Только подошла к Гагаренку, а тот, как шею выкинет, как зашипит, да клювом ее. ЦОК! Ущипнул не хуже гуся. Кошка перепугалась со всех ног прямо домой. С тех пор уж ее к сходням и не заманишь. Через месяц Гагаренок заметно вырос, но от мазков никуда не уплывал. А ведь дикие Гагары тут же бывало неподалеку плавают, кричат, а он на них даже внимания обращает. Из заливчика он выплывал только за лодкой. Вот поплыву я на соседний остров корову доить. Она у меня там все лето паслась. Я плыву, а Гагаренок за мной. Пока я на острове корову даю, он возле лодки плавает, а как вернусь, прямо ко мне лезет. Возьму его на руки. Он усадится поудобнее, сидит плоский такой, как пирожок. Поглажу его и опять в воду пущу. Так обратно домой приплывем. Мы с Колей к Игловскому хвосту плавали, к тому островку, откуда Гагаренка взяли. А он следом за нами. Мы думали, может, мать Гагара его увидит и позовет к себе. Но никакой Гагара там уже не оказалось. Я и предложила Коле, давай-ка мы нашу Куньку все-таки оставить. Здесь она скорее к диким Гагарам пристанет. А то, что мы с ней зимой делать будем, без воды она ведь погибнет. Вот подождали мы пока Куньку подальше от лодки отпула, а потом налегли на весла и покатили. Куньку увидел и ну догонять нас. Да видно не может, смотрим, отстает все дальше, дальше. А потом вдруг нырнула, глядь, вынырнула уже ближе к лодке. Еще, еще. Под водой нас и догнала. Значит, ей под водой удобнее плыть, чем по поверхности. Так мы домой опять все втроем приплыли. Прошло еще недели-две. Кунька совсем большая выросла и такая обжора стала. Давай, давай рыбу. Просто хоть с берега не уходи. А сама никак ее не ловит. Уж Кули с ней совсем гомучился. Один раз приплыли к нашему острову рыбаки. Все эти рыбы ловили. День был жаркий, мелочь у них уснула, они ее выкинули в воду. Куйка, как заметила это, сразу всю рыбу с воды подобрала. С тех пор бывало, только увидит рыбаков на лодке с сетью, прямо плывет к ним, рыба клянчит. Нашу Куйку здесь в округе все рыбаки знали и все ее кормили. Тут моему Коле полегче стало. Куйка ему уже не так досаждал. Только мы все беспокоились, что же мы с ней зимой делать будем. А делать-то ничего не пришлось. Не дожила у нас Куйка до зимы. Как-то приплыл к нам рыбак с Волк острова. Куйка за ним увязалась. С тех пор и конец, как в воду кану. Уж мы на Волк остров плавали, узнать нет ли ее там. Не близко это дело, километров 20 от нас по воде-то Волк. Только нигде нашей Куйки не нашли. Наверное, к диким Гагарам все-таки наконец прибилась и уплыла на Волк. Вот про нашу Куйку и вся история, улыбнулась женщина. Я поблагодарил ее и хотел уже плыть обратно на озеро, ловить рыбу. А скажите, пожалуйста, вдруг спросила меня рассказчица. Не знаете ли вы, сколько лет Гагары жить могут? Не знаю, правда. Жалко, сказала она, а то я третью весну всю нашу Куйку обратно жду. Думаю, не вернется ли откуда-нибудь? Да нет уж, видно, больше не вернется. Ну, прощайте пока. Заезжайте еще, когда будете близко, рыбудим. Она взяла пустую крынку и пошла к дому. А я поплыл обратно на озеро. Уже начало как следует припекать. Дул легкий попутный ветерок. Я решил больше не ловить рыбу. Поставил парус и поплыл домой. Вокруг меня все в солнечном блеске сверкало и переливалось озеро. У поверхности играла рыба. А возле островов у самых камышей, вытянув шеи и высоко подняв остроносые головы, плавали рыбухи-гагары. И глядя на этих птиц, я невольно думаю, нет ли среди них той самой Куйки, которую так любовно растили Коля и его мать.